привет привет мои хорошие сегодня у нас по моему 12 февраля или 11 точно не помню хочу брать знаю что вторник погода сегодня такая пасмурная мне просят говорить о погоде какая вы измерим сегодня пасмурно дождя нет солнце периодически выходит выходит заходит пол пятого деток уложила спать столько что дочь заснула ранее сынули путь чуть попозже закончился только недавно массаж сегодня был 12 массажу дочери 10 массажу сына два массажа сынули пропустил так как спал я не хотела его будить вели себя они сегодня на массаже замечательно просто просто замечательно до конца этой недели буду делать массажем и все осталось у дочери ну короче и у дочери и сына три массажа осталось потом перерыв где-то полтора месяца наверное и заново еще один курс а вот вчера осветлила корни волос там же смотреть на них уже было невозможно длиннющие вот вот это вот все что желтенькое это корни которые были осветлилась относительно неплохо осветляла на шестерки и девятки шестерку с девяткой перемешала 50 на 50 у меня ушла одна ложка больше нет принципе не имеет значения сколько еще ушло потому что у каждого человека волос по-разному впитывает краску немного краски уходит у меня волос так смотришь на голове немного волос кажется данным на самом деле волос у меня густой и очень много еще петры что хотела сказать я хотела вот у меня спрашивают часто про медицину в турции я скажу про то что я знаю врать не хочу девочки кто живет турции если что-то я неправильно скажу поправьте пожалуйста потому что в этих вопросах и не очень сильно я заметила что есть часто мне пишут это я когда вы хожу сама или вожу детей в частную клинику я вижу комментарии что типа у моих детей ли у меня нет страховки поэтому мы ходим частную или наоборот же думать что мы ходим именно в государственном потому что у нас нигде не ходить частную а вот такое вот двоякое мнение бывает постоянно и хочу объяснить здесь есть вот такие вот учреждения есть государственные учреждения если у вас есть страховка у нас она есть и у меня у моих детей так как нашего папы есть страховка страховка папы распространяется на семью на всех его детей на супругу участие на старшую его дочь распространяется и на моих двоих детей тоже на меня вот поэтому мы можем ходить государственные медицинские учреждения и лечиться там бесплатно но туда я ходить особо не люблю потому что там бывает очень много народу очень много разных людей туда приходит может на самом деле больные люди и не хочется заразиться всякими ненужными мне на тут не нужны мне болезни конечно когда у вас нет возможности пойти в частную можно пойти и государственную если у тебя есть возможность пойти в частную и там почище все равно что не говори меньше народу и как-то ты видишь что за чистоты там сидят больше за стерильностью по не так говорить и я боюсь пойдя в государственную сэкономим вот эти вот деньги которые потрачу сходи в частную сэкономим вот эти вот денежки и 100 200 лет потом заразиться чем-нибудь и на лечение потратить больше я вот этого честно вот есть государственные где можно зачислить бесплатно эти у вас есть страховка если у вас нет страховки это государственное лечение вам будет стоить так же как и в частной нашем случае было так когда у меня не было страховки и когда у моей зулечки прошлый раз когда она приехала она подвернула ногу государственные нам обошлось осмотры и так далее так же как и в частной помню точно 900 или 1000 1000 долер есть частные клиники именно которых действует ваша страховка страховка действует но не полностью покрывает прием врача какой-то процент покрывает в каждой клинике по-своему например одной клинике может 50 процентов покрыть другой клинике может 70 процентов третье может 80 процентов поэтому разные цены есть частные кабинеты вот например педиатр которым я ходила водила детей у которых прием стоил 300 лир по-моему я сейчас не хочу брать не помню 300 лир вроде это было я озвучиваться на видео вот это был частный кабинет именно это не клиника частный именно частный кабинет в котором принимает только педиатр это врач который открыл себе частный кабинет я думаю все понимают что Там никакая ваша страховка не действует, по крайней мере в частных кабинетах, которые я наблюдалась, никогда страховка не действовала. Вы платите полную стоимость, и если он выписывает вам рецепт, тоже вы в аптеке оплачиваете полную стоимость препарата. Если же вам выписали рецепт, вот как у меня было со спиной в частной клинике, где страховка покрывает определенную часть, с этим рецептом вы идете в аптеку, и за все препараты, которые мне назначили, там были лекарства, три вида таблеток и одна мазь, стик такой, за все вот это нам пришлось заплатить всего 10 лир. 10 лир – это 120-130 рублей. В аптеке же тоже страховка покрывает энную часть. Вот. Вот три вида медицинских услуг, которые я здесь замечаю. Если есть еще какой-то, или я что-то неправильно сказала, или в вашем городе по-другому, пожалуйста, озвучься, будет очень интересно. Я заметила вот такое вот. Поэтому вот этот вопрос, почему так дорого прием, я хожу в частную клинику, у нас там стоит столько-то, а вы пошли в частную, тоже в частную, и у вас стоит столько-то. Это не потому, что у нас нет страховки, а потому, что частный кабинет и частная клиника – это разные вещи. В частном кабинете всегда полная стоимость. Я когда лечилась у гинеколога во время планирования беременности, это тоже был частный кабинет. Мы тогда платили за прием 450 лир. 450 лир, вот вы сегодня пришли на прием, заплатили 450 лир, и можете в течение 10 дней еще раз прийти, вы не будете оплачивать за прием снова. Но проходит эти 10 дней, вы снова платите. И все анализы, которые нам там назначались, оплачивались в полную стоимость. Анализы в частных клиниках, в частных кабинетах стоят очень дорого. Эти же анализы я могла сдавать в частных клиниках, где действует наполовину моя страховка, или вообще в государственных, вообще бесплатно. Что я потом, потом научилась делать. Брала там направление на анализы, которые они мне хотят у меня взять. И со списком анализов ходила в частную клинику. Там сдавала намного дешевле. Потому что очень много анализов проходило сдавать мне и мужа перед планированием, во время планирования беременности. Вот, вот, доча проснулась. Золечка пошла. Золечка ходила в магазин, идет. Прошла я, доча моя проснулась. Иди, маменька, принято, еще моя. Тишло. Привет, привет, мои хорошие. Рубрика, что на ужин. Сегодня Золечка запекла куриные ножки, которые оставались в холодильнике с овощами. Все, что нашла, все сюда. Пахнет вкусно, выглядит аппетитно. Всем приятного аппетита, кто за столом. Сынуля возмущается, говорит, давайте мне тоже кушать. Сегодня такой инцидент произошел, так смешно было. Села я завтракать, сын на руках. И каждую оливку, которую я врут отправляла, он так ротик открывал и за ней следит, провожал взглядом. Короче, мой сын уже полностью готов к прикорму. Доча еще не так. Но прикорм я им все равно даю обоим. Сегодня был у нас из прикорма цветная капуста. Второй день сегодня цветная капуста. Все, 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 я бегу к сынуле. Всем приятного аппетита. Если кто за столом, нам тоже. Привет, привет, мои хорошие. Я надеюсь, у вас хорошее настроение. У меня настроение хорошее. Погода у нас дождливая. Опять начались дожди. Я думала, все, уже будет солнышко. Нет, дождь вернулся. Сегодня у нас 13 февраля. Завтра день влюбленных. В Турции этот день, знаете, отмечают даже больше, чем день рождения. Парочки ходят за ручки и так далее. Улицы бывают разукрашены. Заранее уже скидки и так далее. Подарочки покупают друг другу. Ну, конечно, это не значит, что в каждой семье это отмечается. Но все-таки сказать, что не отмечают в Турции 14 февраля, я не могу. Отмечают. И в рестораны ходят, и ужины при свечах, и все это бывает. Вот. Что я хотела вам сказать? Как всегда, частый вопрос на моем канале. Мой турецкий язык. Я приехала в Турцию, уже зная турецкий язык. Или учила его здесь уже. Или что, или как. Я уже сотни раз говорила, как я учила турецкий язык. Но этот способ не всем подходит. Я учила по сериалам. Этот способ не всем подходит. Кто-то учит по книжкам, кто-то по сериалам. Кто-то ходит на курсы. Кто-то еще как-то. Кто-то вообще никак не учит. Вот так вот разговаривает в быту и учится. Я хотела напомнить своим подписчикам и зрителям, что есть такие онлайн-курсы турецкого языка, где вы можете выучить турецкий язык. И свободно потом будете на нем говорить. Ну, конечно, нужно для этого приложить усилия. Для того, что вы пошли, точнее, приобрели пакет курсов и раз-два посмотрели, вы его не выучите. Нужно внимательно изучать. И тогда вы заговорите. Я думаю, на 14 февраля это будет хороший подарок для себя. Да, и для любимого тоже, кстати. Это ему подарок больше, чем вам. Если у вас любимый турецкий мужчина, это больше для него радость, что вы выучите его язык, и ему будет проще с вами общаться. Так что это подарок для него скорее, а не для вас. Да-да. Кстати, сейчас там у них идет скидка, огроменная скидка на каждый праздник. Перед каждым праздником она бывает. 14-15 числа, по-моему, будет действовать. Все ссылочки я оставлю в инфобоксе под видео. Обязательно. Я всегда оставляю все ссылочки. Промо-код FATIMA. Не забываем писать. Это тоже я внизу. Напишу, укажу. У них скидка 66%. Весь пакет курсов вы можете купить за 7700 рублей. Я и раньше говорила, и сейчас говорю, что изучение иностранного языка это хорошее вложение в ваше будущее. Если ваш мужчина дурак, то ваше совместное будущее. Я так надеюсь. Так что, девочки, переходим по ссылочкам, приобретаем пакет и учимся, учимся и учимся. Все. Пока. Всем всего хорошего. Бай-бай-бай-бай-бай. Бай-бай-бай-бай-бай-бай. Бай-бай-бай. Продолжение следует...